А вот жильцы дома номер 45 на Богдана Хмельницкого остались без крыши над головой. Кровля над четырьмя квартирами сгорела дотла. Жителей еще трех квартир затопило. Непрекращающийся дождь усугубляет положение людей. Подробности о последствиях пожара расскажет Ольга Голодова. С самого утра жители дома номер 45, что на Богдана Хмельницкого, продолжают выносить из своих уничтоженных огнем квартир уцелевшее имущество. В ночь на 17 апреля в жилом двухэтажном здании произошел пожар. Возгорание возникло на лестнице, которая ведет на второй этаж. Огонь распространился на 400 квадратных метров. Жители предполагают, что это поджог. А это пламя было сразу горело. Значит, как? Значит, поджог. Специально подожгли. Тут уже это сделано. Из-за пожара пострадало семь квартир. Три из них залили водой во время тушения. Четыре сгорели полностью. Жить в них невозможно. Квартира сгорела. Сгорела полностью комната. Туалет сгорел. Кухня частично погорела. Ну, как бы там все. А в других комнатах полностью рухнули потолки. И сейчас открытое небо. И просто все плавает. Все имущество, которое было. Телевизоры, холодильники. Все. Ничего нет. Эту ночь люди провели кто где. По родственникам и друзьям. Одна из пострадавших семей ночевала в своем затопленном доме. Без газа и света. Сейчас будем восстанавливать полностью. Будем ставить новую ружку. Будем заводить новые кабеля. Рассчитываем сегодня дать электричество людям. По словам людей, им пообещали, что город начнет делать кровлю. Правда, временную, чтобы дождь не заливал квартиры. Но рабочие, которых прислали, ушли якобы на обед. И с него они так и не вернулись. Хуже всего пришлось женщине, которая пострадала в результате пожара. Она по-прежнему в больнице с ожогами руки и ног. Она не ушла. Она полила ноги, руки. Все это в тяжелейшем состоянии на Малиновского лежит. Перевели в палату сегодня? Сегодня в палату перевели. Вчера была в реанимации. Люди ждут помощи от мэрии и надеются, что смогут вернуться в свои квартиры. Тем временем правоохранители предварительно квалифицировали ночной пожар по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса. Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Ольга Голодова, Евгений Руденко, 7 канал.